Новорожденные в больнице Запорожья находятся в тепле и безопасности. Мамы специально приезжают сюда на роды с временно оккупированных Россией украинских территорий. Девушки признаются, не хотят рожать там, чтобы ребенка не записали гражданином России. Женщины бросают дом, хотя и понимают, что могут не скоро увидеть родственников. Будущие мамы ждут и верят, что украинские солдаты скоро освободят их родные города. Новорожденная девочка выглядывает из-под розового одеяльца. Она сейчас в роддоме в Украине в относительной безопасности. Но она может не скоро увидеть своих бабушку и дедушку, да и попасть в свой дом. Он на оккупированной Россией территории. Выехали, потому что первого числа первая прилетела как раз ракета. Нам вообще сказали уже 24-го, но мы еще не верили до конца, что началось это все. После первого прилета выехали. 19-летняя Настя боялась, что ребенок насильно получит гражданство России. Рожать хотела только в Украине. А дедушка и бабушка остались в оккупации. Блокпаст говорит, что плохо пропускают, что очень много машин стоит. Очень маленькое движение, они совсем не пропускают. Люди стоят. Бежать из захваченного Мелитополя с новорожденным ребенком решилась Александра. Почему я решила? Потому что нет отопления в городе. То есть ребенок мерзнет. Во-вторых, нет питания ребенку. Кормить тоже нечем. Ну и вообще страшно, что будет дальше. Бывает военное положение уже шевелит. Женщины рассказывают, что назначенное Кремлем руководство помогает только тем, что от украинского гражданства. Анастасия говорит, что ее семье предложили, цитата, огромные выплаты, если она зарегистрирует ребенка как гражданку России. Не, ну роды просто прошли ненормально. А так персонал был очень... Ну да, нормальные врачи выехали. Ну а так, в общем-то, все хорошее. Все медикаменты были, ничего мы не покупали, ничего не платили. Но это еще Украина тогда еще ездила и привозила лекарства. Сейчас уже ж не пропускают. Горс Минова, города Запорожья, описывают жизнь в оккупации как тюремную. Беженцы ждут, когда Украина освободит захваченные российскими захватчиками земли, и они смогут вернуться домой.